Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». Сегодня в студии будем говорить о проведении ульяновски федерального сабантуя. По этому случаю у нас сегодня в гостях Руслан Гайнединов. Здравствуйте! Как известно, он будет проходить у нас на двух площадках. Это и Падром, и Парк Победы. Гости со всей России или даже больше? Каких гостей мы ожидаем? Традиционно всероссийские сабантуи собирают регионы России. Более чем 60 регионов России, которые подтвердились уже и приедут делегации по линии Всемирного конгресса татар. Безусловно, кроме делегатов мы ожидаем и обычных гостей праздника. Ведь это национальный праздник, где минимум нужно вкладываться в приглашение, потому что он у каждого в душе, и он известен далеко за пределами только татарского народа. И, конечно же, обычно, даже в обычные годы, более 30 тысяч наш областной сабанту всегда собирал. То здесь тоже мы ожидаем не меньше, порядка 30-40 тысяч гостей, которые в основном приезжают из соседних наших регионов. Татарстан, Республика Чуваши. Это не организованные делегации по линии Всемирного конгресса татар, а именно те люди, которые просто приезжают на этот любимый всеми праздник, окончание посевной, праздник урожая. Ведь сабан, туе, сабан – это плуг, туе – это свадьба, праздник свадьба. И, дословно, это праздник плуга, это праздник труда. То есть тех людей, которые вложили свои силы в родную землю, и у них есть короткий перерыв передохнуть, чтобы дальше уже накормить всю страну, а, может быть, и все другие дружественные нам страны. Ну, это изначально. Но, мне кажется, теперь со временем это уже не только праздник достижения сельских и хозяйственных результатов, но еще и культура. Ну, культура, она всегда, любой праздник не может быть без культуры, конечно же. И здесь уже традиционно, безусловно, и со стороны республики Татарстан, со стороны Ульяновской области, надо сказать спасибо учреждениям, культур и министерствам, соответствующим культур и искусству, которые делают это и наполняют это различными смыслами, интересными. В том числе в этом году ряд тематик, это и включены в программу, это и трехсотлетие первой печатной книги на татарском языке, это тысячестолетие принятия ислама, которое было принято указом президента Российской Федерации. То есть подразумеваются книжные выставки у нас, да? В том числе, в том числе, это и книжные выставки, в том числе, это народные художественные промыслы традиционные, в том числе, и, кстати, если говорить об не только сфере сельского хозяйства, да, а это и промышленная кооперация, ведь мы, допустим, с республикой Татарстан достаточно очень много наших предприятий, которые поставляют, продают продукцию. Мы насчитали порядка трехсот только таких крупных проектов, которые взаимодействуют с известными предприятиями промышленного комплекса. А это КАМАЗ, это авиация, безусловно, это мебельный кластер. Это самый красивый, хороший, один из самых таких отелей в Татарстане, Кулгали, в Болгаре, великом построенном недавно. Вот он оснащен, допустим, всеми нашими ульяновскими дверями, например. Понятно. Да, и ряд других моментов, потому что на КАМАЗе, если посмотреть, в этом автомобиле очень много наших предприятий делают свой вклад, и в том числе это экономическое взаимодействие, но тоже здесь это важно. Мы должны быть более сильнее и выводить из подобных мероприятий дополнительные коммуникации с точки зрения взаимной торговли. То есть это праздник достижений всех сверхдеятельностей? Абсолютно верно, потому что, еще раз повторюсь, это праздник труда изначально. Это те люди, которые свою душу вкладывают в землю в самом широком смысле этого слова. И если ты вкладываешь в свое дело, в свою землю, ты получаешь урожай. Ну, небольшой анонс этого праздника, пожалуйста, откройте нам тайну. Какой сабантуй без борьбы и без коней? Это естественно. Это же еще возможность для того, чтобы посостязаться батыром. И когда у тебя лошадь выходит из плуга, да, и если еще у нее хорошие навыки, то можно и посостязаться в бегах. И традиционный бегах, кстати, в этом году благодаря губернатору беспрецедентная реконструкция практически целого микрорайона северного. Да, и ипподромы, и парка Победы, и улицы ипподромные. Если вы сейчас пройдете, вы просто не узнаете велосипедные дорожки. И все это останется у наших жителей как, безусловно, наследие. Наследие этого мероприятия. Еще два месяца назад все это выглядело по-другому. Совершенно верно. И наконец-то у нас появляется новый комплекс, в котором не только событийные мероприятия, но и образовательные мероприятия. Ряд детских учреждений, спортивных, образовательных учреждений будет на площадке размещен. Потому что то основное здание трибун, которое не функционировало на протяжении нескольких десятков лет после Советского Союза, вот оно сейчас оживает и вводится в действие. И, конечно же, это очень хорошо отразится на всех ближайших жителях, потому что там очень бурно развивается микрорайон. Очень достаточно много людей и комфортные пешеходные дорожки, которые отсутствовали, и велосипедные, еще раз повторюсь, появляются здесь с этой новой инфраструктурой. То есть, казалось бы, праздник, а такой толчок к развитию микрорайон. Вы знаете, как вот и любая Олимпиада, да, ведь Олимпиада для той территории, где она проходит, это великолепное наследие. Так и здесь, безусловно, вот этот повод дал возможность, скажем так, или стимул сконцентрировать ресурсы, пересмотреть и перезагрузить наш любимый всеми парк Победы, нашу, ну, от Сабантуи к Сабантуи вспоминаемую площадку ипподрома, да, которую, благодаря усилиям губернатора, удалось, всей ипподрома, а не федеральной, и, соответственно, удалось оформить соответствующее взаимоотношение. И она сегодня уже передана на правах эксплуатации города Ульяновск, где, соответственно, уже появляется возможность там проводить соответствующие работы. И сегодня эта площадка, она будет присоединена к Парку Победы и будет впоследствии работать как большая такая единая зона спортивно-культурных событийных мероприятий, образовательных мероприятий, которые можно использовать полноценно в городском хозяйстве, да и, собственно, для всей нашей области, для наших жителей. Понятно. Так в этот раз, а скачки или бега? Бега. Бега. Бега, как мы говорили, бега, да. Кто приезжает, какие спортсмены, какой главный приз? Много регионов. Я знаю о том, что заявилось порядка более 30 регионов. Это команды, которые съезжаются в Ульяновск. Приз, который будет разыгрываться, приз от имени губернатора Ульяновской области. На призы губернатора Ульяновской области. Да, призы, да. Бега будут на призы губернатора Ульяновской области. В части борьбы это как раз приз от президента республики Татарстан. То есть, традиционно, два этих вида, которые наиболее распространены на Сабантуевых, как раз оба вида спорта, они будут проходить. Безусловно, полностью обновлена инфраструктура, включая беговые дорожки. И, конечно же, это позволило привлечь большое количество команд, людей, которые приедут. Кроме этого, кстати, надо дать должное, что спортивные мероприятия в части борьбы. Это не просто помериться силами и выбрать абсолютного батыра, и подарить ему автомобиль, и традиционного барана, 100-килограммового. Но еще и победители, так как это мероприятие включено в федеральный официальный календарь, победители также получают звание мастер спорта Российской Федерации. Ах, вот так вот. И, соответственно, другие места, кандидаты мастера спорта и мастер спорта. То есть это позволяет, и вы знаете, традиционно на мероприятия съезжаются все борцы, всех направлений абсолютно, от народников и довольников, что называется, и они состязаются. И, конечно же, это красиво, особенно абсолютный батыр. Это когда уже, что называется, все маски сброшены, и без весовых категорий, без ничего, выходят два самых мощных батыра, и которые схватываются в финальной схватке, и абсолютный батыр забирает, как правило, главный прист. Ну, здесь еще можно ведь и будет и последить за национальными костюмами, за тенденциями, особенно учитывая, что мы активно развиваем легкую промышленность. Ну, вы абсолютно хорошую вещь подметили. Дело в том, что вот наша знаменитая фабрика Бастон, она является одним из основных поставщиков школьной формы в Республике Татарстан, в том числе. Да, это наш производитель, который в том числе запускает национальную линейку. Вы же знаете исторический такой со стоечкой костюм, который носит и президент, и на классических фотографиях, и у Габдалутука. Это такой вот традиционный татарский, светский татарский костюм. И вот в том числе такую линейку запускают специально на Сабантуй. Ульяновская область не в первый раз принимает федеральный Сабантуй, благодаря чему вот таким увлеченным людям, как вы, удается организовать, первым поднять руку? Здесь, наверное, комплекс факторов. Это, безусловно, благодаря первому лицу региона. Потому что, естественно, первое лицо региона принимает решение. Вы знаете, у татар, как и у других восточных народов, слово начальника, оно и есть закон. И на самом деле надо отдать должное Алексею Юрьевичу, когда были предложения в марте месяце, «А давайте посмотрим, а что это такое? А разве можно? Посмотрите, какая ситуация в стране, в мире? Да что это такое? Да кто это будет? Зачем праздники?» Первое. Во время Великой Отечественной войны Сабантуй никогда не прекращались. Второе. Еще раз возвращаемся. Это праздник труда тех людей, которые завтра во всех смыслах накормят страну. Мы возвращаемся, значит, второе и третье. То, что мы-то, слава Богу, с учетом наших видов на урожай и на развитие экономики, будем в числе тех, кто, может быть, еще и всех остальных накормят. Ну, как я говорил, только дружественные страны. Понятно. Обозначаем даты и время начала праздника. Да. 17 июня первый день – это малый день беговой. Это посвященный как раз конно-спортивным мероприятиям. Начало в 14.00 на площадке ипподрома. Вместе с тем все площадки и Парка Победы и ипподрома уже будут работать, как и выставка, ярмарочная торговля, фудкорты. То есть здесь уже можно провести время и с толком, и со смыслом. И основной день 18-го, безусловно, когда уже все остальные мероприятия будут проходить. Площадки начинают работу с 10 часов утра и до 6 вечера традиционно. Ну, знаете, хороший хозяин гостей никогда не выгоняет. Поэтому, что называется, до последнего посетителя великолепная зона отреставрированного Парка Победы и ипподрома с пешеходными шикарными дорожками, пространствами, с тематическими пространствами, посвященными национальной культуре, спорту. То есть все люди, которые хотят найти себе великолепное времяпрепровождение, а кто-то еще и принять участие в мероприятиях, безусловно, приходите, Рахим и Тегес, эти мероприятия ждут вас. И кроме нас с вами, безусловно, еще и многое количество гостей, которые приедут на гостеприимную Ульяновскую землю. Бороться на какой площадке, в каком месте был? Это борьба на площадке ипподрома. Ну, если говорить для наших жителей, которые понимают логистику, как раз в переход из Парка Победы и сразу же здесь, с правой стороны, будет расположена площадка борьбы. Ну, осталось совсем немного. Надеюсь, что мы достойно отметим этот праздник, к которому так долго и основательно вы готовились. И используем его наследие в дальнейшем. Спасибо вам за сегодняшнее интервью. Это была программа «Тема дня». И мы говорили о том, что Ульяновск вот-вот встретит федеральный Сабантуй. До свидания. Петр Первый. Российский император. Не бывать тебе, царица, вот я. Беденька. Твое царство. Елизавета. Долгожданная премьера. Скоро. На канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова